Вам будет представлено приложение, созданное на основе Кликсенс от компании BI Consult для компании автоцентра. Сейчас выбран первый слайд, панель управления. Здесь можем видеть основные показатели, важные для этой компании. Также два графика с динамикой. Один валовый прибыль, другой средней стоимости. Также здесь присутствует панель фильтров. Сверху мы можем выбрать конкретную дату, год, месяц, неделю. Слева отфильтровать по конкретному салону или склад-группе. Данные читаем в виде, так как они зашифрованы. Сейчас на 2009 год, это значит, что все данные отфильтрованы по 2009 году. Можем выбрать любой другой, для примера, например, 2010. Все данные на лету будут отфильтрованы по 2010 году. Все это происходит очень быстро, так как все данные загружены в оперативной памяти, в оперативной памяти все эти впечатления производятся намного быстрее, чем на жестком диске. Также можем просмотреть какой-то определенный промежуток, например, вот эти месяца. Это добавится в панель фильтров, и данные также отсортируются. Эти показатели. Берем их. На втором листе представлен анализ показателей. Здесь можем видеть три графика, два из которых так называемые комбо-чарты с двумя осями Y. И один круговой график. Также здесь есть таблица с показателями по сотрудникам компании. Первый график отображает выполнение плана по салонам. На примере я хочу изменить отображение этого графика так, чтобы на первом месте стоял салон, показатели салона, с наибольшим показателем плана. Для этого я должен зайти в вкладку в режим редактирования, выбрать этот график, перейти в вкладку Sorting, и примстить план на первое место. Как мы видим, отображение изменилось. Второй график отображает динамику показателей за выбранный код и за предыдущий код. Также по салонам. Здесь я хочу изменить представление вот так, чтобы стиль обоих этих графиков был единообразным. То есть я хочу изменить отображение правой оси в виде кругов на линии. Для этого я также захожу в режим редактирования, выбираю этот график, перехожу в вкладку Data, выбираю вкладку Rost и меняю значение с круга на линию. Теперь представления этих графиков единообразные. Круговой график отображает процентное распределение прибыли по салонам. Здесь я хочу изменить представление салонов, например, на сотрудников. Для этого захожу также в режим редактирования, выбираю этот график, выбираю вкладку Salon и просто меняю значение Polyfield на FIO. Но так как сотрудников у нас очень много, нужно присвоить какой-нибудь лимит. Для этого я выбираю в упадающее меню Limitation, выбираю Fixed Number. Ставлю, например, 8 и без показа остальных. Теперь график изменился, он показывает процентное соотношение по сотрудникам компании. Таблица. Здесь представлены все сотрудники, которые работают компанией, которая связана с прибылью. Можно высортировать по профиту, выбрать 5 первых сотрудников. Кстати, да, график тоже отсортировался. Перейти на предыдущую вкладку и узнать, например, их валовую прибыль, что составляет 16,9 миллионов рублей. Если мы их уберем, отобразится общая валовая прибыль. Третий лист приложения представляет анализ по мастерам. Здесь мы можем увидеть три графика и одну таблицу. Этот график является комбо-чартом, где на левой оси представлено количество заказ-нарядов, а на правой их средняя стоимость. Я хочу узнать ту же информацию, то есть количество и среднюю стоимость, только не для мастеров, а, например, для склад-групп. Для этого я должен перейти в режим редактирования, выбрать этот график и нажать на кнопку «Добавить альтернативу». Здесь в поиске я должен найти склад-группу. Выбираю ее, нажимаю «Дан». И здесь у нас появилось выпадающее меню, где мы можем выбрать другое измерение. Также можно сделать для любого поля из моделей данных. Вам будет представлен процесс создания интерактивных карт в программе ClickSense. Для этого нужно зайти в режим редактирования, выбрать объект «Карта» и перетащить на свободную область на листе. Далее требуется добавить данные в карту. Для этого нажимаем на кнопку «Добавить измерения» и выбираем поле с геоданными. В этом примере были загружены геоданные в виде полигонов, но также можно загружать данные в виде точек или маркеров. Как мы видим, данные загрузились, но фон остается пустым. Чтобы добавить карту, непосредственно на этот объект нужно зайти во вкладку «Бэкграунд» и переместить слайдер «Софт на «Он». Как мы видим, подгрузилась карта от «Матбокс», которая является стандартной в ClickSense. Теперь, чтобы добавить к карте информативности, нужно добавить какую-нибудь меру. Для этого можно перейти во вкладку «Field» с поля и перетащить, например, численность населения на эту карту. Далее добавляем как меру и используем функцию «Сум». То есть суммируем по каждому региону. Как мы видим, теперь цвет региона отображает количество населения в этом регионе. Можно изменить стандартные цвета, перейти в вкладку «Опериенс», выбрать «Colors and Legend» и выбрать один из предложенных вариантов или настроить свой. Можно, например, выбрать вот этот. вариант расцветки по классам. Карта является полностью интерактивной. Можем выделять определенные регионы для анализа. Например, с помощью инструмента «LASSO» выбрать какие-то регионы, подтвердить выборку и проводить анализ уже по ним. Вам будет представлено приложение на основе ClickSense от компании BI Consult для компании, работающей в секторе алкогольного ритейла. Первый лист приложения представляет анализ продаж этой компании. Здесь мы можем видеть три графика. Это круговой график, комбо-график и точный график. Также одну таблицу. Слева мы можем видеть панель фильтров. Сверху панель переключателей для выбора измерений и бюмеров. Панель переключателей позволяет нам изменять отображение графиков на листе. Сейчас в качестве измерения установлено отдел, в качестве меры установлено количество бутылок. Можем, для примера, поставить в качестве измерения группу, в качестве меры выручку. И теперь круговой график показывает процентное соотношение среди групп по выручке. Точный же график показывает зависимость выручки от количества торговых точек для групп. Можем выбрать что-нибудь еще, например, ответственных. На точном графике можно использовать инструмент LASSO, например, для анализа показателей лидеров по количеству торговых точек. Выбираем их. Весь лист фильтруется по выбранным ответственным. Второй лист показывает сравнение. Здесь мы можем увидеть таблицу, на которой как раз-таки представлены эти сравнения, и два графика, стоп-10. Также, как и на прошлом листе, здесь присутствует панель фильтров и панель переключателей. Сейчас рассматриваем месяц декабрь 2015. Рассматриваем месяц высчитывается на основе последнего месяца, по которому существуют данные. То есть на январе 2016 у нас уже данных не существует. Рассматриваем месяц можно изменить, выбрав какой-нибудь другой. Например, апрель. Теперь сравнение производится по апрелю. Это значит, что сумма за предыдущий месяц представлена за март. Так же, как и на прошлом листе, мы можем выбирать любое измерение, например, грузополучатели, как и любую меру, например, прибыль. Здесь мы можем выбирать интересующих нас грузополучателей, к примеру, и проводить анализ, например, на прошлом листе. Так же. На третьем листе представлена карта с торговыми точками и показателями. На карте есть регионы и города, в которых эти торговые точки представлены. Показатель торговой точки выбирается на панели выбора показателя. Сейчас установлено, например, количество бутылок. Можем переключить на выручку. Карта изменилась. Так же стоит отметить, что чем больше круг и чем темнее цвет, то тем больше конкретно сейчас выручка в этой торговой точке. Так же можно применять фильтры к этой карте. Например, я хочу узнать, как и в каких городах происходил этот канал сбыта. Мы видим, что основная часть выручки на этом канале сбыта происходила в Москве. Уберем этот фильтр. Так же с помощью инструмента LASO можно выбирать торговые точки в какой-нибудь регионе, например, в этом. и анализировать только эти торговые точки. Можем, к примеру, перейти на лист сравнения и смотреть, кто там, кто в этой точке лидер по выручке среди поставщиков, среди ответственных. Какая маржинальность в этих точках. И так далее. Здесь представлена карта и несколько графиков. Карта отображает события, а размер круга представляет тональность этих событий. Карта интерактивная и может взаимодействовать с другими элементами этого слайда. Например, если я выберу в качестве страны «Россию», карта отобразит события и тональность только на территории России. Можно пойти дальше и выбрать категорию, какое у нее событие. Например, «Реджект». Выбираем и теперь мы видим события и их тональность на территории России по категории «Реджект». На других элементах слайда можем увидеть также информацию по выбранным фильтрам. Также вместо этого можно использовать инструмент «Лассо». Для этого нужно нажать на карту, выбрать этот инструмент и выделить, например, британские острова. Теперь можно увидеть информацию по британским островам. Мы видим, какие категории происходили чаще, в каких странах было больше событий и так далее. Вам будет представлено приложение на основе ClickSense для анализа продаж от BI Consult для компаний, работающих в нефтегазовом секторе. Первый слайд показывает KPI этой компании. Здесь у нас представлены значения по различным продажам, таблицы по номенклатурам и определенные графики. Слева и сверху у нас расположены панели фильтров. Конкретно сейчас установлен месяц февраль, год 2015. То есть все значения, все представления, которые есть на этом слайде, отфильтрованы по февралью и по 2015 году. Мы можем добавить еще один фильтр, например, тип товара. Допустим, мы хотим узнать то по ЗАЭС по продажам и только по нефтепродуктам. Отфильтруем и узнаем. Также можем узнать, кто отстает, отфильтровать только по ним, посмотреть, какие товары продаются хуже всех, какая номенклатура и сделать выводы для анализа. На втором листе представлены основные показатели компании и клиента. Здесь можем видеть динамик продаж по дням, таблицу и круговой график, показывающий загруженность по часам. Также стоит отметить, что фильтры, которые мы выбираем, оказывают влияние на все приложение. То есть фильтр, которым выбрали на предыдущем слайде, тип товара, нефти, продукты, изменил представление всего приложения, в частности, этого листа. Если взглянуть на динамику продаж, то можно видеть, что в некоторые дни происходил резкий спад этих самых продаж. Можем узнать подробнее, в чем дело. Выберем дни спада. Узнаем дни недели, к примеру. Эти дни выпали на субботу и воскресенье. То есть это связано с тем, что на выходных люди начинают меньше потреблять нефтепродуктов. Интересен график, загруженный по часам. Можем видеть, что основная доля продаж происходит в утренние часы, то есть когда люди едут на работу, и в 7 часов, когда люди освобождаются с работы. Можем сравнить общие показатели только с выходными днями. Выбираем субботу и воскресенье. Здесь картина совершенно другая. Здесь основные продажи происходят с 8 до 15 часов. Также, так как фильтры оказывают влияние на все приложение, можем перейти на предыдущий слайд, увидеть продажи по выходным дням по нефтепродуктам, посмотреть, какие АЗС отстают, фильтровать по ним. Ну и также можно дать установку аналитикам, менеджерам, провести, например, какие-нибудь акции, чтобы стимулировать спрос на этих АЗС на выходных. На третьем листе представлены карты, отражающие продажи по различным географическим точкам. Например, на первой карте представлены продажи в разрезе по регионам. Но так как у нас данные только по Новгородской области, закрашены только одна, а остальные регионы являются серыми. Следующая карта показывает продажи в разрезе уже по районам Новгородской области. Здесь, чем темнее, чем насыщеннее цвет, тем больше продаж происходило в этом районе. Мы можем видеть, что в Новгородском районе и в Великом Новгороде, в самом городе, происходило больше всего продаж. Также мы можем выбрать определенные регионы и проводить аналитику только по ним уже на других слайдах. Например, сравнить с GPI. Видим, что в этих регионах вообще не происходило продаж топливных карт. или посмотреть на динамику продаж, как и загруженность. Следующая карта показывает конкретные склады АЗС в Новгородской области. Здесь то же самое, чем больше и чем насыщеннее круг, тем больше продаж. Мы здесь также можем выбрать интересующие нас склады с помощью лассо. Те же западные. Посмотреть на них, провести по ним аналитику, узнать, кто из них отстает, выбрать их, узнать, где они находятся. Они находятся в трех районах. И сделать соответствующие выводы. Также здесь можем увидеть так называемую тепловую карту, где интенсивность цвета зависит от количества событий. Здесь также можно применять разнообразные фильтры. Например, выделить какую-нибудь группу стран. И сравнить количество событий, например, между ними. Можно убрать эти фильтры. И так далее.